Главное богатство для сластен – сахарная свекла. Уже с 1 августа вовсю поступает на свеклопункт сахарного завода. Уже с этого года будут ранние пуски завода. Свеклы в этом году ожидаются очень много. По бюджету у нас план 400 тысяч. В этом году мы планируем, что будет 500 и с небольшим хвостиком. Первыми сахарные урожаи стали привозить предприятия фирмы «Агрогард». Только 1 августа на свеклопункт от Ильича и Кубань поступило 2300 тонн сахарной свеклы. И уже по первым результатам анализов ясно – качество не уступает количеству. Получение сахара – интересный и масштабный процесс. К нему выселковские сахаропереработчики подготовились основательно. Была проведена реконструкция из исково-обжигательной печи. То есть взамен старой установлена новая печь, новая конструкция с новым устройством выгрузки и загрузки из искового камня. Что позволит более качественно обжигать камень и получать качественное из искового молока. Установлены два вибрационных конвейера для сырого сахара и сухого сахара. Оборудование выполнено из нержавеющей стали. То есть оно установлено с расчетом увеличения производительности до 6000 тонн. Первая станция – моечное отделение. Управляют свекломоечным процессом всего лишь два человека. Главная задача – качественно подготовить сырье и оперативно подать на элеватор. Далее свеклорезка и один из самых важных процессов – отделение сахара и свеклы на диффузионных аппаратах. От работы этого отделения зависит работа всего завода. То есть здесь и потери в жеме должны быть минимальные, и качество самого диффузионного срока должно быть хорошим. На заводе трудятся грамотные, высококвалифицированные специалисты. Весь технологический режим производства автоматизирован, но все же отслеживается лаборантами и операторами. Например, на втором по значимости месте продуктовом отделении без контроля аппаратчика-варщика просто не обойтись. Свои сложности в производстве есть. И как бы следим за тем, чтобы все было у нас в порядке, чтобы кристалл рос. Оценить этот процесс и лично попробовать на вкус высылковский сахар прибыл вице-губернатор Кубани Евгений Громыко. Директор сахарного завода Владимир Харин доложил, по первой декаде работы высылковский кристалл на первом месте в крае по выводу сахара. Высококачественного сахара. Приятно удивило, можно даже сказать поразило. Четко организованная приемка самого сырья, начиная с мойки, подработки, выполнения жесткого графика. Все технологические процессы работают нормально. Завод стабильно вышел на переработку 4,5 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки. Это более чем хороший показатель для данного предприятия. Мы можем говорить о том, что те планы, которые ставили перед собой традиционные сдатчики сахарной свеклы, акционеры основные фирмы, агрокомплекс, будут выполнены. Урожайность свеклы превзошла в этом году все ожидания. Свыше 500 центеров с гектара. Да и посевные площади в районе увеличили под эту культуру. До 7,5 тысяч гектар. Для справки, по всей Кубани посевы свеклы на небывалой площади в 212 тысяч гектар. Для оперативной переработки сладких корней Высоковский сахарный завод будет работать в усиленном режиме. Решено привлечь кадры с других производств. Ситуацию усугубляет обращение свекловодов из Центрального федерального округа, где получили корни плодов на 30% больше, чем могут переработать. Я вас прошу посмотреть внимательно. Технический даже совет проведите, посмотрите. Максимально надо ужаться. Вполне возможно, будет такое поручение, и мы никуда не денемся и будем принимать. Поэтому нужно будет ужаться и объемы краевые разместить на таких средней мощности заводах. Мы планируем сейчас разместить объемы, внутрикраевые переместить. На основные заводы, которые технически готовы перерабатывать больше – Успенский, Ленинградский, еще два завода. На них мы как раз будем размещать заказы до февраля месяца из Центрального федерального округа. Для выполнения этой задачи введен режим технической инвентаризации на всех сахарных заводах края. Государство в этом году как никогда оказывает поддержку сахаропереработчикам и помогает сделать первые шаги к европейским показателям. Сегодня принято наконец-то решение акционерами о начале модернизации, реконструкции и доведении производства переработки сахарной свеклы до 6-6,5 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки. Дальнейшее техническое перевооружение направлено на увеличение собственного производства белого сахара в крае, не допуская при этом роста цен на сахар. Вот это увеличение объема производства и жесткое тарифное регулирование, которое есть сегодня в стране у нас, не дает никаких оснований для резкого увеличения роста цены на сахар. Вы видите динамику для людей, мы сегодня видим. Сегодня цена оптовая, да, вот уже 23,5 рубля, то есть даже несколько опустилась. При этом свекла остается высокорентабельной культурой и за ней будущее на селе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.